Не меньше 22 защипов традиции лепки ПОС в массовое производство. Ни одна машина не сможет сделать так, как делают люди. А они тут работают со скоростью автоматов. В день со складов агрохолдинга уходит в магазины около 5 тонн мясных полуфабрикатов. Эта норма увеличилась в последнее время. Предприниматели осваивают рынки других городов, несмотря на кризис. Себестоимость продукции очень сильно возросла. Сырье, цены на мясо на все растут. У нас, конечно, мы используем собственное мясо на комплексе, который у нас в агрохолдинге состоит. Но мы также используем говядину, курицу, множество других ингредиентов. И все растет. Сами фермеры признаются, в этом году цена на мясо выросла на 10 рублей. А сколько прибавляют перекупщики, им неизвестно. Среди прочих причин повышения цен – высокая стоимость кормов и собственная закредитованность. Такие ставки высокие и кредиты брать уже плохо, потому что вот сейчас они даются сезонные на весенние полевые. Но раз если сейчас у нас денег нет, откуда у нас через два месяца возьмется денег. Если бы дали сейчас бы деньги, восемь не бы отдавали, это бы вот эта хорошая поддержка. Отдавать пока действительно нечем. Только в крестьянско-фермерском хозяйстве заиграя в долг по кредитам составляет больше 4 миллионов рублей. А впереди весна и деньги на весенние работы просто необходимы. Стараюсь не брать даже на весенние полевые, а потому что затягивать эти кредиты, они как потом тянутся. Их же отдавать надо. Как говорят, берешь чужие, отдаешь свои. Вот поэтому в текущем году сдерживать рост цен на товары местных производителей правительства не будет. В противном случае многие фермеры просто разорятся. Сейчас исторический момент есть у наших селян о том, что все-таки за счет инфляции, за счет общего роста сегодня ценового, они не могут сегодня, вот в исторический момент, сбалансировать все-таки свои затраты с реальной ценой, которая на рынке есть. И получить какую-то прибыль для того, чтобы реинвестировать и ускоренно развиваться. А для того, чтобы было на что покупать, глава Бурятии посоветовал предпринимателям проиндексировать зарплаты своим работникам. Ведь без денег обычных потребителей не будет и растущего спроса, который так важен сейчас для развития сельского хозяйства. Ольга Вайлошникова, Евгений Павлов, Новости дня.